Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Александр Кривизовский, организатор мастер-класса Кривенко Евгения, представитель компании Евростандарт Импортера оборудования МКН, благодаря чему все это дело происходит, которые с любезностью предоставили нам оборудование высшего класса. И на этом оборудовании мы будем мало того, что готовить просто блюдо, еще и понимать, как ценен тот единственный ресурс, который никто не может восстановить это время. То есть мы делаем только все ради того, чтобы его сэкономить. Кандалюк Владимир, представитель компании Евростандарт. И хочу выразить огромную благодарность за то, что мы находимся здесь. Почему именно это место, я думаю, что всем понятно, потому что именно это место является более чем тематическим для такого рода мероприятия. Это директор училища Пальчук Марине Ивановне. Ее, к сожалению, сейчас нет, но я думаю, что она появится. И Харкиной Оксане Ивановне, заместителю директору. И, конечно, огромное спасибо команде, которая нам будет помогать. Это мастера, повара, официанты. Хочу немножко рассказать о формате мероприятия. То есть что мы сами здесь имеем. Мы проведем целый день вместе. Очень бы хотелось, чтобы данное мероприятие было в рамках свободного общения. То есть мы здесь собрались с целью А. Продемонстрировать оборудование. Б. Показать новости в приготовлении кулинарии, что всем интересно. Ну и, конечно, познакомиться друг с другом. Потому что одно из самых ценных, что мы можем вынести с такого мероприятия, это, конечно, новые контакты, новое общение, новые какие-то знания. Я передаю слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Компания Евростандарт. Мы являемся представителями ряда немецких заводов в Украине. В данном случае представляем завод МКН, который работает с 1946 года. Производит тепловое оборудование, плитки, склобороды, котлы и все такое. В данном случае будем представлять парагментомат МКН, констант, голд и компакт серии. Парагментомат был создан в 2002 году. МКН начал заниматься парагментоматами. Они проанализировали рынок парагментоматов, собрали все преимущества, которые на тот момент были. Рационали, коннотерны, умлексы. И как бы создали свой парагментомат, взяв преимущество всех остальных. Совершенствовал. Есть 4 серии парагментоматов, в данном случае голд. Две серии полноценных больших парагментоматов. Это электроника голд и сильвер механика. Также есть 2 вида парагментоматов. Это компакт G1 и G3, два маленьких. Они тоже есть механика и электроника. Немножко о парагментоматах. Значит, видим голд серию электронику. Здесь режимы паровой, конвекция, паровой с конвекцией и регенерация. То есть, как у обычных всех парагментоматов. Регулируется влажность в камере. В паровых режимах он показывает влажность в камере. А в конвекции он показывает тот процент влаги, который из продукта выходит. Какую часть он оставляет и какую часть он выводит этого пара. Для поваров это очень важно. И также есть меню, где вы можете свои сохранять, менять, например, в запрограммированные заводы и подрегулировать под наши продукты и сохранить их. Парагментомат в данном случае здесь он поперечный. То есть, знаете, да, есть продольные и поперечные. Патентованный МКН-ом строемкости, они называются Flexi-Rec, которые в 1,8 раза больше. 10-уровневый парагментомат для максимальной загрузки. То есть, когда банкеты, сваку или еще что-то. Но в обычном режиме ему достаточные шестерки. То есть, взяв наш парагментомат, взяв шестерку и купил всего лишь несколько строемкостей Flexi-Rec, вы получаете ту же самую десятку, аналогично с десяткой и с 20-уровневыми парагментоматами. Это одно из самых главных преимуществ парагментомата нашего. Также очень важное преимущество того, что, как вы знаете, есть парагментоматы бойлерные и инжекторные. То есть, создание пара. У нас парагментомат не бойлерный и не инжекторный. МКН получил за этот третий вид парообразования награду денежную от инновационного института. Они назвали его PHI-Rec. Если так, как бы скрупулезно подойти, оно очень похоже на инжектор, но он усовершенствованный. То есть, если взять бойлерный инжектор, у инжектора минус то, что он не может дать качественный пар, а бойлер может, но у бойлера, например, он постоянно должен работать, даже если вы конвекцией пользуетесь, он все равно работает и использует электронергию вашу. Плюс проблемы с накипью, плюс проблема с тем, что вы когда включаете парагментомат, вы должны подождать, пока он нагреет воду в бойлере. У инжектора это вы включили в этот ватт и сразу можете получить пар. У бойлера есть еще преимущество. Он может работать, выдавать пар, когда в камере меньше 100 градусов. Инжектор этого не может делать. Наша система вроде как бы и похожа на инжектор, но она выдает этот пар при низких температурах. Мощность нашего парагментомата и мощность других парагментоматов, она приблизительно одинаковая, но в ходе практики из-за того, что это не бойлер и постоянно не используется бойлер, не греет воду, он на практике гораздо меньше использует электроэнергии, чем другие парагментоматы. Одно из тоже интересных вещей это мойка. Рен продумал это и создали ручную мойку, где вы заходите в меню, запускаете ручную мойку, он спрашивает моющее средство, то есть вы взяли коллабовское моющее средство, немножко налили, закрыли, он помылся, потом запросил ополаскивающее средство, вы снова налили его, закрыли, он ополаскивался. Очень удобно. Также парагментомат сделан из миллиметровой стали, что у других меньше. В сравнении можно взять аналогичные парагментоматы, шестиуровневые, они приблизительно весят около 100 кг. Наш весят 140 кг. Это чистокровный немец. Также, если видите, сталь внутри, она немножко отличается. Сталь 316С11, это сталь, еще ее называют медицинская, которая при очень высоких температурах работы и очень высокой влажности. У нас есть опыт, десятилетний парагментомат, вставили катушку, помыли, камеры не убивали. Также есть, не знаю, как у других, по функциям есть ДНТ-Т, низкие температуры, есть кнопочка очень удобная, ready to cook она называется. То есть, когда вы пришли, парагментомат холодный, вам нужно что-то готовить при 200 градусах. Если вы сразу поставите продукт, включите, выберите режим 200 градусов, он пока вот этих 200 градусов наберет, уже время пройдет. То есть, не будет соответствовать то время приготовления продукта. Потому, перед тем, как нажимать старт, нажимаете ready to cook, и выпал парагментомат подготовиться к 200 градусам, к тому режиму. На некоторых режимах он сделает на 15% температуру выше, для того, чтобы при открытии вы потеряете какую-то температуру. А можно, Володя, какую-то ошибку не надо допускать? Вернее, что можно сделать, чтобы убить? По высадке движения. Гранаты. То есть, вот чего нельзя? Все парагментоматы боятся кальция. То есть, если без водоподготовки его подключить, здесь как-то система неволерная, то есть, особо там накиды не нужно чистить, то есть, как бы, там раз в год, там приблизительно раз в два, ну, как бы, если сделать перед ним вот эту подготовку. То есть, какое-то уменьшение, где кальцилин заменяется на натрий, вот, и, как бы, без проблем. У него защита типа X5, кто не знает, это под любым углом, сверху, вот, можно на него, как бы, влага, если капать, ничего не защищено. Вот, также, одно из самых главных преимуществ еще, здесь всего лишь заменив направляющую, вот эту, вот эту направляющую заменив, можно использовать встроемкости 60 на 40, кондитерский. Так как здесь, в этот парагментомат с рельсным двигателем, 6 скоростей, вот, можно их регулировать, вот, здесь замечательно облучаются выпечки. Вот, то есть, как бы, благодаря авториммерсу, что на верхней, что на нижней, что на средней, в гостроемкости, плюс в разных углах, она всегда подключается одинаковой прожанкой, одинакого размера. Вот, отличие, нет душирующего устройства, вот, и отличие между, ну, расстояние между направляющими чуть-чуть меньше, чем это. То есть, если у вас кухня небольшая, то он очень вам подойдет. То есть, как бы, когда мало места, он на 40% меньше размером занимаемого. Вот, как бы, немцы часто нам рекламируют, да, там, немецкое качество. То есть, ничего с ним никогда не будет. Стекло тоже не было суча, чтобы разбивать. Спасибо. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Еще раз. Меня зовут Юрик. Сегодня будем проводить маленький, как и мастер-класс. Что я вам хочу показать? Я в свое время очень часто поездил по Европе, был в Германии, Чехии, Австрии. Учился очень знаменитых шеф-поваров. И от каждого шеф-повара вообще куда-то ездил, брал какие-то рецепты, переделал их по-своему, делал их, чтобы это восприятие было у наших людей. Потому что то, что едят там, не обязательно едят у нас. Ну, не воспринимая вкусовые качества. Потому хочу показать какие-то новшества, что-то свое, что-то где-то я у кого-то одолжил. Ну, скажем так, мы всегда учимся, пока мы учимся, мы живы. С чего мы начнем? Мы начнем приготовление при низких температурах. Мы будем готовить обузы и будем готовить утку. Что такое при низких температурах? До 80 градусов, время приготовления будет 6 часов. Приготовление при низких температурах мы не разрываем волокна в жировой внутри клетки продукта, и мясо становится, ну, как пластилин. Реально вы получаете тот продукт, который человек скажет, «Как?» Я гуся трехлетнего приготовил, мне сказали, что это молодой густерок. Так, с чего я вам потихонечку начну. Это обузок. Я его вчера замариновал. Лайм, розмарин, лук, дежонская горчица и крупнозерновая горчица. Мы просто связаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И часто еще для выпекания грузковой шаги мяса используют. Тоже такая же приемкость. Это у меня ЖН-1.1, но есть такие же и флекси-рэн для гриля. Но самый универсальный, я советую их просто взять 3-4 штуки, и достаточно, это гранит эмалированный, вес у него приличный. На нем можно все делать, и жарить, и убрать. Удобно тем, что, например, 100 евро отдать за него, когда там обычный ЖН-1 дешевле. Но если стоит цена вопроса шестерки нашего, и плюс несколько по 100 евро с рынка стей таких, или купить другого производителя, такого же уровня, например, да, если хотите парагнитомат. Но десятку, когда вам нужна десятка парагнитомат, то там будет как-то зазор большой, разница. То есть это как минимум пару тысяч евро сэкономить. Потому что у нас можно взять шестерку, взять несколько таких островин костей, и вы получаете ту же десятку. Мы сделали ГТ. Немножко могу рассказать о кроттене вообще. Классический ГТ это картофель. Фунцозы брали тонко нарезанный картофель, вылаживали его слоями и заливали его склепки, молоко, ну, скажем, орех, соль, чеснок. Вы можете сами в себе сопоставлять те продукты, которые вы считаете нужны, и готовить вот эти вот запеканки ГТ. Красивые запеканки ГТ. Очень удобно под банкеты. Очень удобно как заготовка под гарнир. Вот у вас там есть меню, мясо, рыба, то-то-то-то. Ему можете писать там, ГРОТЭМ, ГРОТЭМ, там, кафе Лебер и Беррага. И везде вложить этот кусочек. Фишка просто, он лежит у вас в холодильнике, спокойно в готовом виде он лежит 6 дней. При температуре холодильника 5 градусов. Я вам сейчас ее покажу всю поэтапно. Я ее назвал. Первый этап, тут два этапа, скажешь. Первый этап, я выставил 160 градусов, 40 минут, влажность 90 градусов. Ну, 90 процентов. Второй этап, 180, 10 минут, влажность 40 процентов. Чтобы подсушило и получилась у меня корочка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подтверждаю, так как он горячий, он сейчас охлаждается, с помощью воды ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему ваун? Свинина очень жирная, ваун есть, не помню, расщепляет жир, как бы лучше украсть. Я бы тогда еще добавил мяту, кинзу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА